Семейство Семейство А чтобы увидеть замок, проехать надо по трем дорогам. Вдоль первой дороги растут тополя, потом дорога с грушевыми деревьями, а вдоль третьей дороги растут вековые липы. И начинается настоящая сказка. Замок Бротой, Шато-де-Бротой. Находится от Парижа примерно в 50 километрах. Здесь прекрасная липовая аллея. Птицы поют. Красота! Сегодня воскресенье, рано утром. Я приехала к открытию к 10 часам утра. Замок Бротой Начинается в XI веке. Задолго до строительства замка. В XI веке Гийом де Бротей был сынишалем Нормандии. И он сопровождал Гийома-завоевателя в походы. Посмотрите, там во рву спрятались олени. Сейчас я вам поближе наведу. Те из вас, кто смотрит постоянно мои видео, знают, что мы уже видели вот эти голубятни. Нормандия вам показывала в одном из феодальных замков и в одной из деревень тоже. И вот здесь в этом замке тоже есть своя сохранилась голубятня. Голубятня была построена в конце XV века. И голуби, кстати, было не только лакомство на столе феодала либо короля, но голуби это еще и были почтальоны. Наверное, вы читали роман Александра Дюма «Черный тюльпан». Вот как раз там рассказывается о приключениях голубя, почтальона. И еще помет, помет голубей использовался в сельском хозяйстве. Как очень хорошее удобрение. Здесь замечательная иллюстрация картин французских художников. Например, «Обед с ветчиной». А эта картина «Обед с устрицами» находится в замке Шонтии, который я вам уже показывала. А это средневековый банкет. Это сделано по анонимной миниатюре XV века. Здесь фольклорная группа. Вот, посмотрите. И сейчас здесь будет выступление во дворе замка Бротой через 10 минут. На стенах замка старинные портреты в старых храмах. В этом семействе был и генеральный контролер финансов во времена Людовика XIV. Был и чрезвычайный полномочный посол при дворе герцогства Мантуя, дипломат. А был и министр внутренних дел Людовика XVI, Луи Огюста, барон де Брутей. Это была гостевая комната. Здесь очень много было знаменитых гостей. И в том числе писатель Марсель Пруст. Овальный стол из позолоченной бронзы по дереву. 128 драгоценных камней. Гранаты, агаты, аполиты, палитра цветов бесконечно. Этот драгоценный предмет мебели был подарен барону де Брутей за то, что в 1779 году он положил конец войне за баварское наследство без единой капли пролитой крови. У мира есть цена. И он стоит 12,5 миллионов евро. Именно столько заплатил Лувр, чтобы приобрести шедевр XVIII века – стол-сокровище, который был привезен из замка Брутей. Этот драгоценный столик мог попасть на Ближний Восток, где один из эмиров предлагал купить его на несколько миллионов дороже. Но Анри Франсуа де Брутей, десятый по счету маркиз, предпочитает, чтобы Тешинский стол, названный в честь города, где был подписан мирный договор, был выставлен в самом прекрасном музее мира. В замке теперь находится точная копия. Еще всем известная история – дело о бриллиантовом ожерелье. Это было дело о мошенничестве с целью завладения ожерельем, которое якобы предназначалось для королевы Марии Антуанетты. И, кстати, в этом ожерелье было 647 бриллиантов, и вес его был 4 килограмма. Это был громкий, скандальный уголовный процесс в XVIII веке, незадолго до Французской революции. В этом запутанном деле преданность королеве в сложный момент министра внутренних дел Луи-Огюста Маркиза де Брутей принесла ему признание самого короля Людовика XVI. А в замке – точная копия этого ожерелья. Это настоящий сахарный пирог, который был сделан 30 лет тому назад. Но даже в XIX веке эти десерты служили только украшением стола. В подвале прохладно. Здесь хранили сыр и тесные припасы. Костюмы из самых разных регионов Франции – Британии, Нормандии тоже. Вот это костюмы нормандские, Нормандия. – Британии, Нормандия. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжаем знакомиться с этим поместьем, потому что здесь не только замок, но это большое-большое поместье. Вот здесь бывшие конюшни, и в конюшнях есть музей, посвященный сказкам Шарля Перу. И вот такие истории здесь можно послушать в этих конюшнях. Здесь и синяя борода, и ослиная шкура, и мальчик с пальчик. Все вам известные сказки Шарля Перу. А к персонажам сказки «Ослиная шкура» надо пройти к бывшей прачечной. Шарля Перу служила королю Людовику XIV вместе с Луи де Брутей и был его другом. Перу руководил производством гобеленов, контролировал строительство Версалии и Лувра. Позже был назначен генеральным секретарем в интенданстве королевских построек. А Луи де Брутей был генеральным контролером финансов, что соответствует должности министра финансов. Шарля Перу часто приезжал в гости в замок Брутей. Любил пройтись по тихому парку, живописные виды которого, вероятно, вдохновляли Шарля Перу на написание новых произведений. Шли века, но семейство Брутей помнило о том, что их имение было любимым местом отдыха сказочника. И в конце XX столетия владелец замка Анри Франсуа решил увековечить память об именитом госте и превратить свой дом в сказочное королевство. По его заказу мастерами музея восковых фигур Гревена были изготовлены 50 фигур, которые представляют героев восьми сказок Шарля Перу. Золушка, спящая красавица, кот в сапогах. Ну вот, согласно этой информации, в этом пруду есть и карпы, и щуки даже плавают. А здесь некая старинная постройка, значение которой я не знаю. Смотрите, сидит серая цапля. Великолепный ясень посреди поляны. Если ясень одиноко растет посреди поля, то оно притягивает молнию. Поэтому по латыни название дерева «фраксинюс» означает «молния». От латыни произошло французское название ясеня «френна». Друиды использовали ветки ясеня во время магических ритуалов засуху, чтобы вызвать дождь. И, как известно, самые лучшие волшебные палочки сделаны из ясеня с добавлением шерсти единорога, перьев феникса и желудочка сердца дракона. Здесь такая тишина и умиротворение. А вот это очень старое здесь дерево – это знаменитый тис. Знаете ли вы, что тис живет очень долго, две тысячи лет, и дерево очень прочное. Из дерева тиса делали стрелы. Так вот, благодаря стрелам, сделанным из тиса, Гийом Завоеватель одержал победу при Хастингсе. А в этой битве принимал участие Гийом, первый граф де Бротойе. Когда я вижу вот такой зеленый мох, я всегда вспоминаю мультфильмы японские японского автора Миязаки. Смотрели эти мультфильмы? Например, «Принцесса Монаке». Это что-то типа смотровой площадки. Давайте посмотрим, что там видно с высоты этой площадки. Вот это дерево с левой стороны – это есть цветущий съедобный каштан. И вот такой вид у меня с этой смотровой площадки. Дальше я выхожу к замку и к парку. Посмотрите, вот эти корни. Просто меня всегда это удивляет, эти старые-старые деревья. Ну и хочу вам сказать, что сюда можно приехать со своим пикником. Вот здесь большая детская площадка. Все это на территории этого парка, замка находится. Парк, который принадлежит к замку Шато-де-Бротой. И такой жаркий летний день можно провести весь день здесь. Ой, и этот ливанский кедр. Это меня всегда поражает. Старые огромные растения. Исключительной красоты все-таки здесь деревья. Огромные кедры. Это как во многих парках, кстати, французских замков. Я знаю, что меня смотрят многие любители садов и ландшафтного дизайна. И вот я здесь хочу вам показать эти сады знаменитые. Бротой – это французская часть парка. Давайте подойдем, посмотрим. Эта часть парка называется Мозаика Самшита. Самшит этот был посажен в 1900 году. Постригали и создавали форму Самшиту садовники замка Бротой. Вы очень красивые. Спасибо большое. Спасибо. Доброе утро. Фольклор французский. Костюмы. Костюмы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И помимо французского парка Здесь есть еще Сад По-французски Необыкновенной красоты Сейчас особенно летом Субтитры делал DimaTorzok Наша прогулка подошла к концу Но вас ждут новые путешествия Новые прогулки по Франции По известным местам и не очень Не забудьте поделиться ссылкой на это видео Своими друзьями Иначе это видео исчезнет в недрах Ютуба Спасибо вам за лайки Спасибо вам за ваши доброжелательные комментарии И как всегда до новых встреч на канале О Франции не только Пока Друзья, это еще не конец Не отключайтесь В конце видео вас ждут фольклорные танцы Французские из разных регионов Британия, Нормандия, Иль-де-Франс Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok